значит сегодня оставилось 92 пары неродных динамиков первый из них сейчас достану и посмотрю поближе и покажу наверно тоже ну вот какой-то динамик динамик ну судя по всему российского производства растут написано что динамик там фирма это видимо такой бренд какой-то динамик 30 гдш 27 dp мне его подарил дмитрий который вместе с прадосами вот он подарил и вместе с динамиком плоским еще сотовым для экспериментов различных выглядит он как обычный советский только что у него все штампованное а не литая корзина ну и ни на что это особо не влияет тем более что динамик такой для обычных нужд широкополосный я не знаю скорее всего в машинах он ставится он четырехомный а среднечастотник с 90 обычный 8-омный поэтому тут есть некоторая проблема хотя ну нам экспериментаторам это не проблема то есть без изменения фильтра просто засунуть и посмотреть что будет да понятно что там будет какой-то уже а чиха будет не такая будет какой-то наверное провал вот но обо всем порядку значит сначала я включил родные динамики с 90 с родными обычными своими динамиками звучит как звучит вроде как обычно неплохо не хорошо так как-то как-то вот так вот вроде даже ругаться не на что но понятно что бывает и лучше следующими были вот эти вот 30 гдш 27 dp написано от 80 до 20000 герц играет 30 ватт или что-то максимальный 40 ватт вот рупор для воспроизведения высоких частот ну то есть так как это широкополосник то есть рупор здесь нужен вот именно для этого такой такие динамики при этом я их слушаю сегодня ну так в паре в стерео да если в прошлый раз я там вставлял этот плоский потому что у меня был в единственном числе я в моно сравнил здесь имею возможность в стерео и короче звучат эти динамички после замены как бы звук стал ярче но качественно по сравнению с родными какими-то 20 гдс он ничего не заметил никаких изменений то есть ну поначалу кажется вроде интереснее потому что как-то он поярче более верхасто играет может быть рупор тому вино или что ну так как у этого динамика еще ппу подвес у него явно чувствительность высокая даже когда батарейка проверяешь он так высоко подпрыгивает то есть в отличие от обычных таких среднечастотников советских но в целом короче звук чуть-чуть другое чуть-чуть современнее нету вот этого свойственного родным динамикам из 90 какого-то горлового пения такого какого-то эхо да здесь вроде почище так по современнее но разница небольшая совсем и я бы сказал несущественное то есть я не скажу что эти динамики по крайней мере здесь звучат лучше так как они широкополосники их надо бы послушать просто в полную полосу подключить к усилителю без колонок без всего но это вот так можно можно и как бы вне видео это сделать я вот не слушал еще не знаю как они себя в таком виде покажет но в качестве среднечастотников они ну так почти то же самое что родные тем более что они 4 ом родные 8 ом все равно я думаю что эта разница она будет немножко уловима слухом как-то подсознанием что что-то там немножко не так может быть даже родные будут как-то ну комфортнее привычнее может быть как-то в чем-то а следующие динамики были у меня тут и от музыкального центра техник музыкальный центр техник у меня на канале давно был и с тех пор он так стоит и ждет когда я выкину на мусорку потому что ну он какой-то весь раздолбанный там сами сам по себе аппарат этот головное устройство уже весь там просто как после бомбежки колонки так более-менее живые динамики живые и вот он кстати наверху лежит он там над колонкой над из 90 и это самое сам по себе музыкальный этот центр как бы но он в сборе вот да со своим он во первых у него нету фильтров он по-моему какой-то биампинговый там короче то есть без родного усилителя он по сути не эти колонки не работают наверно как как надо потому что там отдельно идет прямо от усилителя отдельные клеммы на басовик отдельные на и так понимаю на с ч в ч с родным усилком этим он звучит но как-то так по сравнению с а его и 3 девятки он мне не нравился то есть он как-то более мутно как-то более сонно в чем-то может быть комфортно мой возможно то это было давно года три назад средние частоты мне может быть и нравились кстати я помню его позапрошлым году тоже с вега там потом сравнил в целом оценка была такая вроде бы вроде бы неплохо но ничего не цепляет не интересно как-то его слушать то есть такой звук мягкие под попсу какой-то сделанные может быть средние хорошие так относительно хотя они очень детальные низы какие-то тухлые верха тоже то есть как-то все так скучненько и и поэтому я его хотел выкинуть потому что ну его рыночная там какая-то стоимость она вообще того не стоит чтобы с ним там морочиться но он три года эти колонки стоят как подставки и все ждут когда их выкину и короче я не верил что там что-то может звучать а мне про это уже не один раз писали в комментариях что вот от музыкального центра возьми среднечастотники и поставь я думаю ну а чё их ставить они же 6-омные то есть как бы все таки не 8-ом да ну и плюс у них как оказалось и размер тоже не тот я правда я думал что размер будет больше чем нужно что они не влезут в стакана с 90 размер оказался меньше то есть они вот эти под даже подштатные винтики не подходят ну можно проставку сделать я так прикрутил то есть без также и вот этот динамик предыдущий гадыша который я прикручивал без особой стремление к вы сделать герметичных герметичности там скорее всего нет но это и неважно то что стакан то среднечастотник короче ничего не ждал от этих техниксов тем более тут еще помятые колпаки вот эти вот мне дожили них как-то восстанавливать пылезащитные но когда я включил оказалось что он неплох то есть эти среднечастотники они действительно оказались не неплохие не то чтобы прямо не сильно как-то лучше родных но все же в том что касается передачи может быть после гадыша мне так показалось в том что касается передачи каких-то объемных эффектов стереоэффектов они как будто бы лучше чем гадыша и лучше чем родной гдс 15 гд 11 то есть вот музыка где она мелодичная где нет такого плотного какого-то плотный шумовой завесы есть простые звуки они как бы в стерео туда-сюда бегают эти динамики передают лучше объемность стереоэффекты ну и вот за счет этого они как-то воспринимаются более благородными более породистыми чем то что перед ними было вот у меня удивило то есть я думал они совсем хлам тем более что у них такой диффузор странный но мне казался потому что он очень мягкий как как на 30 гдс то есть у него пальцем нажимаешь он прям есть прожимается я думаю ну даже нет никакой жесткости вообще о чем говорить подвес пппу там стоит старый но он еще живой пока но оказалось что динамики неплохие они не настолько может быть хороши чтобы бежать их искать и ставить вместо родных потому что ну разница да вроде как есть но она не такая уж сильно большая просто факт того что что сегодня хоть что-то какая-то какой-то результат этих сравнений да интересный удивительный вот мне это нравится то что то что эти динамики я от них не ждал они оказались не так уж и плохи но по крайней теме ирина музыки которая сегодня звучала то есть мелодичная на тему музыки мне что фантазия сегодня отказала я думаю да ладно первый трек понятно там такой вокальный чтоб средней частоты было слышно а второй ну просто думаю ну ладно попсу как он там ирина дубцова вот не лучше не хуже что-то такое и на вокальном вот это или алина кротчева вот эти динамики себя хорошо показали на каких-то на какой-то другой музыки которые сегодня потом уже включал после видел ну так не особо ну то есть у них конечно же нету такого мусора как в родных допустим там этих горлового пения искажений каких-то излишних хотя это все так это придирки здесь с этим получше но в то же время эти динамики у них низкая чувствительность ниже чем видимо у родных поэтому даже когда у нас все стоит на максимум их немножечко то едва едва хватает этой громкости их да ну можно вы чего убавить и принципе станет нормально настолько низкая чувствительность как на недавнем плоском динамике алюминиевом среднечастотники вот если немножечко тихо играет ну так мягко в общем-то и объемные неплохо то есть если вы их где-то просто на мусорке найдете случайно за бесплатно то это стоит наверное время потратить что поставить их в из 90 а так чтобы специально покупать эти колонки от музыкального центра где-то более чем там за 500 рублей или за мной не знаю даже за 1000 бы жалко было бы мне я думаю что разница того не стоит ну хорошо что хорошо кончается то есть тут сегодня я нашел такие динамики которые думал что они совсем хлам они еще что-то могут поэтому я до их даже наверное выбрасывать не будут положу куда-нибудь так хотя куда их использовать зачем не знаю вас 90 и а вас 90 конечно же поставлю родные потому что все-таки ну как-то все-таки они привычные также я хотел бы сегодня бы еще поставить от басовика от колонок допустим вега и комета ну то есть такой 25 гдн 3-4 с большим огромным магнитом который за блестящим колпачком но он сюда не лезет в из 90 в стакан к сожалению его огромный магнит не помещается в стакан с 90 поэтому это в следующий раз это будем ставить в колонке корветт потому что ну имеется корветт 35 ас потому что там ящик просторный вот туда-то этот огромный магнит точно залезет и не будет перекрывать это самое динамик и все такое а вот кстати говоря вот иногда говорят что задние окна вот эти вот мешают звучать ну фиклова знает конечно вот допустим в этом гдш тут задние окна такие же как в родную то есть вот они говорят что здесь должно быть пространство ну типа чтобы она как бы звук назад проходил а тут такого нету тут примерно как и вот в родных он в тех такое а вот в этих от музыкального центра там ну я сфотографирую маленький магнитик и окна очень большие может поэтому он играет не знаю поставил родные динамики обратно и все-таки они вот очень как-то плоско звучат по сравнению с этими ну вот от музыкального центра они как добавляют какое-то благородство и объемности которые очень не хватает с родными динамиками то есть помимо там всякой шепелявости которая ну не так уж сильно может она и больше ее чем вот допустим здесь при этом эти какие-то глуховатые так как у них низкая чувствительность этих в этом плане получше у родных но вот эти дают какой-то объем такой особый интересный как на ну как типа на эстонии колонках или как даже на прадосе а родные вот они как-то более плоско хотя вроде фаза там это все подключено проверено вроде все правильно почему то так и в целом получается что вот эти техник сыну они так посолиднее не скажу что они прям бежать и покупать но они посолиднее чем родные каких-то моментах каких-то немножко проигрывает плане вот яркости звучания все же ну вот эти допустим они все же такие сонный сонный звук такой с как бы такой фоновый да то есть не хватает там воздуха не хватает четкости какой-то он такой ну какой-то замыленный немножко но зато приятный эти поярче но с объемности у них не очень так хорошо ну и такой попроще более плоский что ли звук